Приветствую, друзья! С вами Денис Пахомов. Это очередной выпуск рубрики «Будни Викинга». Неделька получилась интересная. Сейчас хочу поделиться новыми планами и тем, что, в принципе, произошло. После выхода видео Игоря Терентьева у меня добавилось подписчиков. Приветствую всех новых. Я наконец-то понял, что людям все-таки интересны занятия, упражнения, тренировки с гирями. Ну и так уж совпало, что я с ними тоже последнее время начал активно заниматься. Не знаю, может быть, это совпало, может быть, я должен был к этому прийти, не знаю. Поэтому сейчас основная и цель, как я ранее озвучивал, и тренировки непосредственно связаны с гирями. Ну, давайте расскажу по тренировкам сначала, потом поговорим о планах. Итак, во вторник. Так, сегодня у нас что, суббота. Во вторник. Во вторник. Во вторник я отснял проходку. Да, это было во вторник. Это видео выйдет уже завтра, об этом мы поговорим позже. Была проходочка по толчку гирь. В видео вы узнаете, зачем и почему я это сделал. Также я поделал... Да, у меня была гимнастика, были выходы на турнике. И... И опять же толчки гирь. В общем, все расскажу. В четверг я поработал с силовым жимом. В принципе, этого ничего не снимал. Просто пожал плечи. Стоя гири, пожал лежа немного. Так как скоро буду планировать новый цикл для подготовки к соревнованиям. И опять же была гимнастика. Много ходьбы на руках. В общем, банальные мои тренировки кроссфита. В субботу. В субботу у меня по плану становая тяга. Сейчас я ее делаю исключительно с Аполлона Максель. Огорчила опять же левая рука. Не знаю, то ли это сказываются старые травмы в локте. У меня зажатый нерв. Поэтому хват как-то вот очень сильно ослаб. Поэтому, в принципе, сегодня поработал 150 по 2 повторения. И вот, ну, прям левая рука слабенько держит. Так, что еще я поделал? И после этого я сделал гимнастический комплекс. Половинку комплекса Синди. Это 5 подтягиваний, 10 отжиманий, 15 приседаний. В принципе, неплохо. Закрыл 10 с половиной раундов. Можно, конечно, и нужно быстрее. Но этого вполне достаточно, чтобы держать какие-то кондиции. Как я и говорил ранее, я пока не качаю ноги. Хотя исход проходки в толчке доказывает обратное. Нужно включать ноги. Нужно подключать много плеометрики. Для того, чтобы делать хороший толчок. Вот, теперь по планам. Как и говорил я ранее, основная цель это толкнуть гири 96 кг. Также подготовка к армлифтингу, также подготовка к жиму лежа. Не знаю, может я слишком много на себя взял. Буду смотреть уже по самочувствию, по загруженности, по времени. Но основная цель, на удивление, впервые, наверное, за мою какую-то спортивную карьеру, это не соревнования, а именно силовой результат. То есть, по дня 96. Я не знаю, почему так меня зацепило. Но основная цель на этот год толкнуть 96. В который раз уже говорю. Ну и параллельно буду готовиться, как и говорил, опять же ранее, к жиму и к армлифтингу. Сегодня, 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 сегодня. Ага, да, я потянул опалу на аксель. Сделал проходочку. И после этого я немножко пожал эспандеры. Что-то вообще у меня хреново так с памятью. Не могу вспомнить, что делал. Потому что тренировки пока идут не по плану. И все вот намешано. Не могу вспомнить, какой день, что я делал. Вот, сегодня, да, сегодня я решил пожать эспандеры. И результат меня просто ошеломил. В худшую сторону. Правой рукой я смело закрываю капитанов краж 2,5. Левой рукой я еле-еле закрываю тэшку. Я не помню точно по килограммам. Но это просто небо и земля. Ну, образно будем говорить. Если 2,5 это килограмм 90. То тэшка это килограмм 30. То есть, ну, просто космически. Может быть, это после Аполлона Акселя. Не знаю. Но сам факт, что правая закрывает 2,5. Левая еле-еле закрывает тэшку. Поэтому с левой рукой буду продолжать активно работать. Теперь непосредственно по планам. Завтра выйдет экспериментальное видео. Вы просили о том, чтобы я снимал больше непосредственно своих тренировок. Вот, завтра выйдет видео с проходкой в толчке гирь. Потому что нужно от чего-то будет плясать при построении тренировочного плана. Поэтому мне нужно было найти максимум. Но об этом во всем я расскажу завтра. Если этот выпуск, если эта рубрика зайдет и вам действительно будет интересно наблюдать за скучными монотонными тренировками. Эта рубрика будет выходить, скорее всего, по понедельникам. То есть, и если все хорошо, то будет у нас, скажем так, практически 4 видео в неделю. То есть, понедельник. Дорога к 6 пудам. Среда. Это стандартно, просто обычный выпуск, связанный с различными спортивными тематиками и околоспортивными. В пятницу уже практически традиционная рубрика «Че по гирям?». Идейки добавляются. В запасе уже есть несколько видео. Вот, буквально, в пятницу выложил видео с «Викинг против Брюса Ли». Ну, я так громко назвал. Может быть, это для кого-то кликбейт. Но это упражнение достаточно старое. И реально есть доказательства тому, что... Ну, много информации с различных источников о том, что Брюс Ли действительно удерживал тяжелую гирю. Где-то пишут 30 килограмм, ну, там, 32-34. Где-то я слышал, что 40 килограмм. Удерживал ее перед собой, опять же, по различным источникам от 20 до 40 секунд. При весе 62 килограмма это просто феноменальный результат. Я думаю, те, кто видели мой ролик, видели, насколько это было тяжело мне при моем весе 102 килограмма. Да, может быть, я там не самый сильный, но любой из вас может просто попробовать подержать и понять, насколько это все-таки мощно. При весе там 62 удерживает половину собственного веса перед собой. Я думаю, что если бы мне нужно было подержать полтинник, то есть половину собственного веса перед собой, я бы, наверное, вряд ли ее даже вывел. Хотя, это неплохая идея, можно попробовать, потому что гиря в 50 килограмм у меня есть. Можно будет попробовать. Вот, по поводу, да, рубрики «Че по гирям» идей много. Также жду от вас каких-нибудь интересных идей. Но пока, я же говорю, в запасе есть несколько видео. Также по воскресеньям рубрика «Будни викинга». Возможно, если рубрика с тренировками не зайдет, но вам все-таки будет интересно, я могу освещать. В принципе, вот рубрика «Будни викинга», она и была создана для того, чтобы каждую неделю делиться информацией за прошедшую неделю. О тренировках, о подготовке, потому что изначально-то я готовился на пауэрлифтинг и должен был освещать. Я, в принципе, освещал свои тренировки по пауэрлифтингу, рассказывал. В принципе, могу освещать это все вот в этой рубрике «Будни викинга» о том, что я делал, как я делал с небольшими видео вставками. Если же вам все-таки хочется непосредственно лицезреть полностью видео тренировки, значит, буду снимать. Но опять же повторюсь, как я сказал в выпуске с проходкой, что лично я, по своему мнению, почему я никогда не снимал именно видео тренировок, мне кажется, это достаточно скучно. Я такой же зритель, в принципе, как и вы, и ютуб-каналов, и мне лично неинтересно смотреть, как человек делает какую-то свою среднестатистическую тренировку. Просто приходит и работает с 80-70% в каком-то количестве подходов, с каким-то количеством повторений. Но это откровенно скучно. В принципе, тренировки, они сами по себе достаточно скучные, если в них не присутствует какая-то дичь. В принципе, все, что я выкладываю на канал, это как раз квинтэссенция моих тренировок, все, чего я добился, смог. И это такой вот результат. Тот же, допустим, толчок одной рукой 80-90 кг. Это квинтэссенция всех тренировок на плечевой пояс. Все монотонные жимы, подъемы гирь, подъемы штанг и прочее. И все это выливается вот в такой вот один коротенький толчок одной рукой, но большого веса. Также хочется осветить тему, люди часто пишут, а сколько подходов надо делать, а с каким весом. Там был вопрос по поводу типа, сними тренировку Александра Засса с мешками, динамическую. Я когда-то думал об этом, но как-то вот тема затерялась. Для того, чтобы снять такое видео, мне надо сделать себе такой мешок. И опять же, это достаточно геморно. Я думаю, что Александр Засса занимался с таким снарядом просто за неимением другого инвентаря, нормального, который доступен в наше время. Но сам по себе, в принципе, мешок какой-то тяжелый у меня был в свое время. 110-килограммовый мешок. Снаряд очень интересный. И можно какую-то тренировку снять именно просто с мешком и какие-то упражнения сделать. Вот. Почему этот весь разговор? Ребятки, не ищите волшебных методик. Все, что работает на мне, все, что работает на Игоре Терентию, все, что работает на Вите Блуди, все, что работает на Гоге Тупури, может не работать на вас. Это, наоборот, даже меньше вероятность того, что это будет работать на вас. Все мы индивидуальны с разной степенью восстанавливаемости, с разной степенью утомляемости и всем остальным. Нам всем по-разному по возрасту, по весу, по росту и по всему остальному. У нас у всех абсолютно разный образ жизни, поэтому не ищите волшебной пилюли. Я как тренер очень часто с этим сталкиваюсь, что люди приходят за какой-то целью, прочитали какой-то чудо-комплекс, чудо-программу тренировок от мистера Олимпи и думают, что эта программа будет работать на них. Нет. Пробуйте, изучайте свое тело, чувствуйте, как оно реагирует. Никто не запрещает вам пробовать тренировок, ради бога, пробуйте. Но не делайте это так, сломя голову и с пеленой перед глазами. Поработайте месяц-два, посмотрите, есть ли прогресс. Если есть прогресс, продолжайте работать. Если нет, значит надо что-то менять. Я повторял это миллионы раз и повторюсь еще раз. Если вы хорошо тренируетесь, хорошо питаетесь, хорошо восстанавливаетесь и нет прогресса, значит вам только кажется, что вы хорошо питаетесь, хорошо тренируетесь и хорошо восстанавливаетесь. Если ваш прогресс останавливается, ищите ошибку, исправляйте, и прогресс не заставит себя ждать. Еще раз, в тысячный раз повторюсь, не ищите волшебных тренировок, каких-то универсальных. Все мы люди разные, и всем нужен разный подход, разные тренировки. В принципе, все, что хотел сказать, сказал. Завтра выйдет новое видео с моей тренировкой. Она короткая, там, в принципе, снята только проходка, и опять же, больше текста. Но, в который раз говорю, если вам это будет интересно, проявляйте там активность, там, в комментариях, где угодно, там, банально-то, типа, ставим плюс. Типа, снимай тренировки, буду снимать. Если нет, значит, будем делиться чем-то другим, идей, слава богу, хватает. Будем делать что-то, что-то, что интереснее. Все, ребятки, всех обнял, всем силы, будьте здоровы, до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok